Тирания стареет вместе с тираном, а порою даже быстрее его. Дрехлеющий лидер еще только начинает терять связь с реальностью. Достаточно вспомнить, что он на полном серьезе считает, что один бродячий шаман для него опаснее толпы жадных прихлебателей. А вот его система уже совсем пошла в разнос и объявила охоту на персонажей детских книг. Спектакль от Чиполина должна была поставить детская театральная студия на сцене одного из московских культурных центров. Однако накануне спектакля руководитель студии узнал, что постановки не будет. Глава культурного центра сообщила, что демонстрация детского спектакля о похождениях мальчика-луковички, внимание, очень рискованно. Чиновницу понять можно. У нее теплое место, большая зарплата и ответственность за коллектив. Тут лучше сидеть, не высовываясь, и заниматься постановками безо всякого политического подтекста. Времена сейчас для чиновников в России настали совсем непростые. Высшее начальство лютует и требует максимальной демонстрации лояльности. Даже легкий намек на отклонение от генеральной линии чинопочитания грозит концом карьеры. Вон на Ямале с шумом уволили клерка, включившего в список предметов, подлежащих утилизации, два портрета Медведева времен его потешного подставного президентства. То есть формально это клерк прав. Ни одна из должностных инструкций не требует столь долгого хранения портретов уже бывшего главы государства. Но что эти инструкции могут против капризной жажды обожания, давно уже обуявшей властных дураков? Эти дураки запросто могут придраться и к Чаполино, усмотрев в детской сказке подстрекательство к бунту и ненужные им намеки на современность. Что это у вас в сказке глава государства? Принц Лимон, желтый и одутловатый. Напоминаете на опухлость физиономии Владимира Владимировича и не всегда здоровый цвет его кожи? А сеньор Помидор, верный государев человек, отчего это он мордат безмерно жаден и криклив? Уж не попытка ли это высмеять родное чиновничество, которое, чего уж тут греха таить, находится далеко не в лучшей спортивной форме, да и с людьми, они говорят, население, общаются как с грязью? И таких параллелей с современностью тьма. Вот налоги. И сказочные, и реальные мерзавцы водят все более идиотские и грабительские. И дома забирают у реальных людей примерно по тому же сценарию, что и у сказочного дядюшки тыквы. И в тюрьмы бросают просто потому, что у кого-то хватило смелости назвать вора вором. А уж если бы автор сказки, когда-то обласканный в ныне запрещающий его Москве Джани Радари, включил в свою книгу еще и историю захвата о дутловатом Лимонов и его помидорным воинствам части территории соседнего сказочного государства, то одним лишь запретом спектакля дело бы не ограничилось. Тогда бы маленькую революционную Луковичку, выступающую против захватчиков, объявили бы за взятым бандеровцем, выдумали бы ей лихую биографию с участием в чеченской войне на стороне повстанцев, объявили бы в розыск через Интерпол, а по квартирам и детским садам ходили бы мрачные чекисты с делом особой государственной важности. Искать и уничтожать все книги о Чаполино, все игрушки, изображающие сказочного героя. Ну и еще на всякий случай изымать у особо подозрительных персонажей весь репчатый лук и отвозить его для дальнейших следственных действий в секретное хранилище. Хотя, судя по тому, что российская власть не демонстрирует никаких признаков выздоровления, а наоборот становится психически все дряхлее и истеричнее, дойдет и до запрета детских сказок. Правда, есть и еще один вариант. Несколько лет назад в одном из детских театров просто изменили концовку Чаполино. В этом варианте луковичка уже не поднимала другие овощи на бунт, а договаривалась с властями о снижении налогов и возвращении отобранных домов. Но это в сказке. В реальности же российская власть не будет договариваться ни с какими луковицами. Продолжение следует...